К северу от Приморска находится огромный полуостров Баруна, покрытый густыми дубовыми лесами и колючей растительностью. Сегодня это один из последних диких участков болгарского Черноморья. В римскую эпоху он назывался Тера, что переводится как «дикий лев» и считался благодатным местом охоты и рыбной ловли. Полуостров начинается от залива Стамопула, в котором расположен Северный пляж и пляж Стамопула-Перла. Дальше на север идут скалы Крокодила и залив Кондрус, хорошо известный любителям дайвинга и подводной рыбалки. Залив Мириус – отличное место для пикников и палаточного отдыха. Затем залив Эля – конечная точка сразу нескольких маршрутов, прогулок на яхте и морских пикников. Дальше уже за мысом Масленнос находится множество потрясающе красивых лесных заливчиков, самый известный из которых – романтический залив Зигра, скрытый от посторонних глаз, залив Святой Пороскевы с древним храмом и залив Ропотама – место, где впадает в море наша болгарская амазонка – река Ропотама. Залив Кендер – второе название Кендер находится южнее устья реки Ропотама, за мысами Скамболитас и Святой Димитр. Название этого залива происходит от греческого слова «киндонос», означающего опасность. Он действительно опасен для плавательных судов, так как открыт в своей северной части. Отсюда открывается захватывающий вид на пляж Аркутина, гостиничный комплекс Святого Памы и Змеиный остров. Любителям плавания в заливе Кендер нужно быть особенно осторожными, так как он часто посещается рыбаками и большую часть года здесь поставлены сети. В заливе сохранились остатки небольшого причала для лодок – бетонной лестницы, а наверху – разваленной кирпичной постройки. От неё сохранилось всего две стены. Одна обращена к морю и имеет два больших окна, а вторая – в сторону мыса Масленос. В ней есть несколько небольших отверстий, напоминающих бойницы. Залив Кендер достаточно труднодоступен по суше. Чтобы попасть сюда, нужно после шлагбаума на въезде в заповедник Ропотама двигаться по дороге, ведущей на мыс Каракя. И через несколько метров после отверстия залив Святой Пороскева, обозначенный указателем, с левой стороны будет дорога, ведущая в залив Кендер. Эта дорога очень старая и почти не видна под опавшими дубовыми листьями. Главным ориентиром служит просвет между деревьями, но заблудиться здесь будет сложно, так как дорога почти прямая. Этот путь самый короткий, но сюда также можно добраться и от пляжа в устье реки Ропотама по извильской тропинке вдоль моря. По пути, кроме памятника моряку-пограничнику на мысе Скамболитес и красивой панорамы, открывающейся с мыса Святого Димитрия, можно увидеть и лесных обитателей, например, черепаху или оленя. В залив Кендер входят границы заповедника Ропотама, и поэтому здесь запрещено разведение костров, установка палаток, охота, сбор растений и так далее. Передвигаться можно только по маркированным тропам. В заповедниках часто патрулируют экологи и лесные инженеры, которые могут взять штраф за нарушение правил.